Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Китаво. Прошлогодняя лекция, наверное, мы еще прослушали ее. Мы говорили о важном качестве, которое должно присутствовать у каждого из евреев. Это качество благодарности. Еврейский народ назван иудим от слова леодот. Быть благодарен. Еврей должен быть благодарен, в первую очередь, Всевышнему. И он должен быть, по генетике, у него должно быть свойство благодарности. Если у человека нет этого свойства, то тоже советует ему проверить свои корни. Может, он, не дай Бог, не еврей. И поэтому мы относимся к этому очень важно. И к свойству благодарности мы относимся по-особому. И пример можно привести, очень такой прекрасный пример, что есть молитва Шманаесры. Это основная молитва, которой мы молимся перед Всевышним. И она молится в Миньяне, а после этого ведущий повторяет эту молитву для того, чтобы 100% вывести всех, кто молится, на эту молитву. То есть они говорят Бараул, Барашмой и Омэйн. То есть будет благословено его имя. Благословено он и благословено его имя. И говорим Омэйн. Для того, чтобы мы вышли на чтение вот этой молитвы еще раз. Но есть один абзац, если вы помните, называется Мадим-де-Рабанан. Который не может, ведущий молитву, вывести нас. Каждый еврей, который присутствует на Шманаесре, читает ее сами. Хотя бы он говорит, моли Манахнулах, мы благодарим Всевышнего. Потому что благодарить должен тот, кто получил то, за что он благодарит. Поэтому невозможно выйти в благодарности другим на то, что сделали тебе. То есть ты должен быть благодарен. Это качество, которое Всевышний просит от нас, требует от нас. И вселяет нас, что мы должны благодарить Всевышнего за все, что он для нас делает каждый день. И в этом проявляется сегодня о том, что мы поговорим. Что в главе того рассказывается о многих различных заповедях. Но на особом месте стоит заповедь Бекурим. И заповедь Бекурим на первый взгляд стоит не то, что в неположенном месте. А то внимание, которое ей уделяется чуть ли не что, она не является чуть ли не сущностью. Там чуть ли не всех заповедей. И вообще все, что касается сельского хозяйства, к нему есть в земле Израиля есть особое отношение. Мы уже говорили, это седьмой год. Это особый год Шмита, который пишется, когда войдешь в землю Израиля, будет шесть лет сей, засевай фаши. А седьмой год пусть вся земля отдыхает. Представьте, вся страна один год должна отдыхать, не сеять, не пахать. И верить в том, что Всевышний даст хороший урожай. То есть, во-первых, в шестой год должен дать двойной, чтобы прокормить. А потом, говорится, что благодаря этому у тебя будет шикарный урожай. И это будет благословение Всевышнего. То есть, ты полностью один год уповаешь на Всевышнего. Полностью доверяешь ему свою судьбу. И веришь в то, что он делает. Это земля Израиля. Земля Израиля полна чудес. И мы видим, что Всевышний, когда ты спросишь, а что же я буду кушать. Он говорит, поэтому земля Израиля произведет намного больше плодов в шестой год. Что ты сможешь есть два года, даже три года. Урожай чуть ли не тройного размера. Будь уверен, что в земле Израиля есть чудеса. Как вы помните, вообще, любая Ческира бы сказала такую интересную фразу. Когда была война в Ираке, многие в Израиле думали, что Израилю придет, не дай бог, конец. И многие нерелигиозные люди, и даже религиозные люди бежали просто из Израиля. Думали куда-то уехать, потому что знали, что Саддам Хусейн пообещал, что он запустит по Израилю скады, что придет удар по Израилю. И действительно, на Израиль полетело 39 скадов. Это очень большое количество скадов. И что интересного в этом всем, что когда эта война в Ираке была, любая Ческира бы сказала такую фразу, что это место, которое с начала года до конца года, глаза Всевышнего постоянно устремлены в это место. На это можно спросить вопрос, а что в земле Израиля не случается трагедии, катастрофы и всего остального? Да, случается. Но у праведника есть силы спустить это благословение, которое Всевышний дает земле Израиля. Это особая тема, мы как-то поговорим, почему именно Рэбе это сказал. И с того момента, когда я рассказал, это так и было. Очень многие люди не верили, думали, что надо получать противоказы. Рэбе сказал, что Израиль самое безопасное место в мире. Он сказал на тот момент, и что нечего бояться. Действительно, Саддам Хусейн запустил 39 скадов. И эти 39 скадов, то есть они все упали на Израиль, кто-то не налетел, я не помню. Но они не причинили вреда никому, кроме одного человека, который умер не от скада, а от того, что он спускался, по-моему, в это убежище или еще куда-то и по дороге с ним это случилось. То есть мы видим, что это 39 скадов, они ничего, никакой урон не нанесли, а могли нанести. Потому что один скад, когда уже было объявлено перемирие, который влетел в американских солдат, там погибло более 200 человек. То есть вы понимаете, какой урон могли принести эти скады, и не нужно спицывать на советскую технику, которая плохо работала или еще что-то. Это было элементарное чудо. Есть такой пример, я слушал, по-моему, рабушки Нази, мне очень понравилось, когда он говорит, что отец наказывает ребенка, и он вот его бьет там, скажем, 38 раз, а 39 дает сильно. И тогда ребенок спрашивает, пап, я не понимаю, он говорит, если ты хотел меня действительно побить, почему с первых ударов ты не бил меня сильно? Я все вспоминаю, когда мама меня в детстве наказывала белым ремнем, я уже знал, что надо с первого раза сильно кричать. Она думала, что она уже хорошо ударила, и этого достаточно. Но тут другой ребенок спрашивает, слушай, если ты меня хотела наказать, почему с первого раза не ударил так, чтобы я почувствовал? А если не хотела, зачем последний раз ударил сильно? Он говорит, это я хотел, чтобы ты понял, что предыдущие удары я тебя жалел. Да, я просто не хотел тебя наказывать, чтобы ты знал, что я могу на самом деле, показав, что один удар был действительно сильный. Это напоминает историю с Аскадами, которая была. И вот льбайческий ребб смог спустить это в землю Израиля и сказать, что это святая земля, и от того, как мы себя ведем, зависит наше благосостояние на этой земле. Я больше скажу, что некоторые обвиняют там Иран, еще что-то. Я могу сказать только так, если мы будем себя вести, как положено в земле Израиля, если мы будем относиться, как положено, к святости и всего остальному, то нам не страшен никто, кто окружает нас, потому что земля Израиля святая, она особая земля. Но мы возвращаемся к нашей теме, и мы говорим особую тему о заповеди Бекурим. То есть мы уже говорили о заповеди Шмиты, я еще раз возвращаюсь, что седьмой год, почему седьмой год, это напоминает историю, очень интересную, то есть пример. Допустим, представьте себе, федеральная трасса, которую построил царь, и говорит, вот я построю вам трассу, но есть одно условие. Один раз в году эта трасса будет закрыта, вы ее должны объезжать. Он спрашивает, зачем ему закрывать эту трассу, чтобы все знали, что у этой трассы есть хозяин. Да, в общем, все знали, что у этой трассы есть хозяин. Так и земля Израиля, седьмой год, это год чудес, год это все, и еще мы знаем, что у этой земли есть хозяин. И кто этот хозяин? Хозяин этот Всевышний, который дал нам эту землю. Но мы перейдем непосредственно к плотам Бекурим. Вообще, Тора, это от языка указ. Если это языка указ, мы что-то должны выучить. Но как раз с этой заповедью Бекурим мы мало чего можем выучить, многие из нас мало чего могли бы выучить на первый взгляд. Почему? Потому что она как бы к нам особо не относится. Если раньше большинство занималось сельскохозяйственной деятельностью, то на самом деле заповедь Бекурим невозможно было исполнить сразу, потому что она должна быть выполнена, когда еврейский народ уже находился на земле Израиля. То есть полностью. А если еврейский народ полностью не находился на земле Израиля, так не могло быть, на первый взгляд, Бекурим седьмого года и все остальное. То есть седьмые коды юбилейные и многие заповеди были связаны с полностью освоением евреями земли Израиля. А пока земля Израиля не была освоена, этого не случалось. Еще другой вопрос, что за пределами земли Израиля это не требуется, это не нужно. Мы это не делаем. Значит, те евреи, которые не живут в земле Израиля, им, как бы на первый взгляд, это никак к ним не относится. И не только к ним не относится. Это вообще не имеет под собой какой-то важности, на первый взгляд, для того человека, который не занимается сельским хозяйством. Тем более сейчас пока не существует храм, и куда ты принесешь эти первинки. И как это происходило, помните заповедь Бекурим, что вот там три года вообще урожая нельзя было бить, вот четвертый год, вот первые плоды, которые ждет сельскохозяйственник, который занимается, там, крестьянин наш. Кстати, эти Бекурим надо было от пяти плодов, которым славится земля Израиля, то нет, от всех плодов. То есть вот он видит вот этот первый плод, он повязывает ее ленточкой, он за ним смотрит, и он потом приносит его в храм, вот этот вот первый плод. Вот этот особый первый плод, к которому отношение он приносит в храм. И на первый взгляд нам непонятно, почему к этой заповеди такое большое внимание, когда мы говорим, что вот я принес эти Бекурими, вот я помню, что был там лаван, арамейцы, все остальное. Такой целый отрывок, который мы даже читаем и объясняем, рассказываем, что мы были рабами, вот Всевышний дал нам эту землю и все остальное. То есть на первый взгляд это очень все непонятно, и мы должны разобрать глубокий смысл того, о чем пишется здесь. Итак, первый комментарий, опять мы возвращаемся к тому, что я говорил на прошлые уроки. Уроки – это определенная благодарность. Человеку Всевышний дал землю, он дал ему прекрасную страну, у него есть свой дом, у него есть свой удел земли, он на этом земле вырастил плоды, он несет Всевышнего в знак благодарности того, что вот Всевышний ты мне дал, вот я тебя благодарю. Вообще свойство благодарности существует в наше время больше, да, то есть в то время оно не существовало так сильно, это благодаря Абраму, благодаря религиозным разным веяниям мы понимаем, что есть хозяин этого мира. И уже большинство людей согласны тем, кто есть хозяин этого мира, потому что это поколение, а ваше поколение, мы можем сказать, которое приближается к эпохе Машеха, когда большинство людей знают, что этот мир сотворен творцом, верят в это так или иначе, и как-то к этому относятся с большим уважением. И те вещи, которые Тора говорит о них как о правильных вещах, в обществе считается более-менее идеалом, в нашем современном обществе многие вещи, которые нам казалось, они считаются правильными вещами, и такое поведение правильное. Вот одно из этих поведений, это благодарность, потому что когда человеку делают что-то хорошее, он благодарит, и не только игре должен благодарить, но и любой другой человек, по идее, уже начинает благодарить. То есть есть особое понимание правильных деловых отношений, и эти особые понимания существуют уже у многих народов, и у нормального государства, и у нормальных людей, есть правильные идеалы, к которым он стремится. То есть есть два момента, как человек приобретает вещи, да, то есть он приобретает вещь за деньги, и эта вещь становится его, то есть он расплатился за эту вещь. Но бывает, что человеку принесли подарок, принесли ему хороший подарок, красивый подарок. Как он может сказать, как он может расплатиться за этот подарок, человек подарил ему, он не принес ему, чтобы он его купил. Он говорит спасибо. Элементарно, когда человеку дают подарок, его благодарность, его стоимость, это хорошее спасибо. То есть, ну, это хорошее спасибо. Поэтому, когда кто-то что-то делает, особенно такие люди, как Александр Антонов, Ферикс, которые столько делают для нашей общины, да, и другие люди, наши партнеры, которые много помогают нам, мы должны их благодарить, потому что это большой подарок для нашей общины. Вот наши лимон, синаболги и все остальное. Это огромнейшие подарки, и ты не можешь его купить, потому что, во-первых, у тебя нет денег, во-вторых, это тебе подарено. Единственное, что тебя в лучшем случае могут попросить или то, что ты должен сделать, просто сказать элементарное, правильное спасибо, правильно поблагодарить тех людей, которые помогают. Делай это как хочешь, но ты должен выразить, что они чувствовали, что ты действительно от всего сердца благодарен, им будет это приятно. Это как бы особая стоимость того, что они делают, это спасибо, которое им просто полагается, они это не делают ради спасибо, но спасибо это хоть какая-то плата минимальная за то добро, которое эти люди делают. И вот эту плату дают не только евреи, но многие не евреи. Один из ярких примеров это американский доллар, на котором пишется, что с Богом, то есть пишется божественная вещь, что Бог хозяин, другим словом, Бог хозяин этого мира. То есть американцы, которые напечатали доллары и которые пользуются этими долларами, витраз, с Богом мы победим, с Богом, другим словом. И важный момент в этом, что это благодарность людей Богу, то есть тем самым, что они написали на деньгах вот эту фразу, это благодарность этих людей Творцу. И это очень большая вещь, то есть люди благодарны Творцу, то есть мир перевернулся в хорошую сторону, что человек знает, что это доллар, который он заработает или что, он говорит, это с Богом, это Бог мне дает. То есть вот это признание, что Бог мне дает, это благодарность, которая очень важна. Тогда что же есть особого в Бекурим, который отличается от той благодарности, которую делает сейчас большинство народов. Так вот, заповедь Бекурим, это не просто благодарность Творцу. Ну, раз мы уже говорим о благодарности, вспомнилась очень интересная история. Была семья, еврейская семья. И вот эта еврейская семья, они не были религиозные такие, они не были, может, были религиозные, но не были хабадниками точно. И они, по-моему, это в Англии они жили, и так получилось, что там кто-то болел сильно, то ли дочка, то ли еще что-то. А, да, они оба болели сильно, что-то с ним было, или с кем-то, или с мужем, или с чем-то. И они всех врачей перепробовали, и все врачи ничего хорошего не сказали, и они уже отчаялись, они были грустное лицо, они все время страдали от этого. И вдруг, да, там появился хабадник, и хабадники что, говорят, надо ехать к Рэбе, Рэбе, это праведник, это глава поколения, надо ехать к Рэбе, Рэбе поможет. Они говорят, кто такой Рэбе, что он поможет, если все врачи не поможет. Ну, поехали к Рэбе, они прилетели к Рэбе специально, чтобы попросить у него благословения, потому что уже отчаялись там просить помощи у врачей. И, а вдруг, да, то есть на таком понятии Рэбе поможет. Помните, как в этом анекдоте, да, знаменитом, когда говорят, Рэбе, что нужно делать, там, у меня какие-то проблемы. Перечисляет, это надо сделать, это бы хорошо сделать, это же хорошо Он говорит, Рэба, это точно поможет, Рэба говорит, это не навредит Точно не навредит Окей, они думают, это точно не навредит, поехать к Рэбе, а может и поможет Ну, поехали они к Рэбе Рэба им говорит, то есть он дает им доллар, он говорит с ним, надо съездить в Англии к какому-то такому-то врачу Он вам назначит особую диету И благодаря этой диете у вас восстановится там желудок или те проблемы, которые никто не мог решить Вот этот врач сможет оказать помощь Ну, они уехали от Рэбы, приехали в Англию, но они не обратились сразу к этому врачу Хабанники спрашивают, ну что он, Рэба сказал, они говорят, вот такой врач есть, говорит, что ж вы к нему не пойдете Да что он может сделать, тут же специалисты светило, ничего не могли сделать, этот врач делает Они сказали, Рэбе говорит, Рэбе говорит, они приехали к этому врачу Врач действительно прописал им диету, через какое-то время они почувствовали себя хорошо Они увидели, что они уже могут кушать не только диету, они восстановили свой желудок, свое состояние И что эти люди сделали тут же? Они тут же купили билет и полетели к Рэбе сказать спасибо Они полетели к Рэбе сказать спасибо Вот, они прилетели к Рэбе, выстояли очередь опять Подошли к Рэбе, и говорят, Рэбе, мы приехали, чтобы сказать вам спасибо Рэбе говорит, друг им говорит, поворачивается к ним и говорит, мне очень важно, чтобы вы встретились с моей женой Ну, такого отношения никогда не было, но они, эта семья едет к его жене И жена уже с порога говорит, я просто хотел увидеть тех людей, которые сказали моему мужу спасибо То есть, Рэбе уделяет огромнейшее время для всего еврейского народа И когда у нас есть плохо, когда нам плохо, мы вспоминаем, что есть Рэбе И мы бежим к Рэбе, но когда нам хорошо, когда Рэбе на благословение сбывается Мы не сразу идем сказать ему спасибо Еще занимается время И за вот это спасибо Рэбе дал особое благословение этому человеку Потому что качество спасибо, это очень важно То есть, я помните, рассказывал, по-моему, на прошлом уроке ту историю про Равина Который был Равином города очень много лет И когда ему предложили более хорошее место, он делал прощальный вечер И на этом прощальном вечере вдруг он посидел, посидел, посидел уже И начал говорить какие-то вещи, не воруйте, не убивайте, не грабьте Люди говорят, слушай, Рэбе, ты же год здесь прожил, много лет здесь прожил Ты же понимаешь, что люди не к ним относятся, это люди более-менее порядочные Он говорит, понимаете, есть такое правило, что человек, который не умеет благодарить Он может и убить, и грабить, и все остальное Я проработал в этом городе столько лет И когда я сказал, что я хочу переехать в другой город Ни один человек не сказал мне, может, как мы будем жить без вас Может, вы нам нужны и все остальное Раз у вас нет элементарного чувства благодарности, тогда с вами надо действительно говорить О самых страшных вещах, которые могут случиться Человек, который нет чувства благодарности, может спуститься на самые страшные вещи Но тут особая вещь, которую в той истории мы видим Что Рэбе особо отнесся человеку, который действительно решил его поблагодарить Но, как мы сказали, в этом и кроется еще очень большой смысл в заповеди Бекурим Заповедь Бекурим, это не просто спасибо Это знак того, что вся земля принадлежит Всевышнему Потому что самое лучшее, самое первое, то, что есть у человека Он отдает Всевышнему Это первые плоды, которые он ждет, которые он лелеет Которым он особо относится Что в мире есть самое важное, и это самое важное он отдаст Всевышнему Помните, как в том анекдоте, как говорит Хаим Ты меня любишь, люблю Ну, да один друг другому говорит Говорит, если бы у тебя было два дома, ты мне один отдал? Конечно, отдал А если бы у тебя было две дачи, ты бы мне одну отдал? Конечно, отдал, мы же друзья А если бы у тебя было две машины, ты бы мне одну отдал? Конечно, отдал Говорит, Хаим, а если бы у тебя было две курицы? Он говорит, нет, это уже не честно Ты знаешь, что у меня две курицы есть То есть здесь мы говорим о том, что когда ты отдаешь самое дорогое, что у тебя есть То это говорит, что действительно это тебе дорого Это не просто спасибо Это знак того, что вся земля принадлежит Всевышнему Как объясняется в книге Зоар Кабалея, есть еще более глубокий смысл. Еврейский народ сравнивается с первинками, плодами, с заповедью Бекурим. Это одни из первинок, которые Бог называет так в Зоаре первинки. Это мои первинки, мой первенец, мои первинки. Это известная вещь, что пишется, что весь этот мир сотворен для Тора и для еврейского народа. Еврейские народы это те первинки, которые нужно было принести в храм. Что такое первинки? Первинки это та вещь, за которую смотрят больше всего. Первинки это та вещь, которая имеет самую большую важность. Именно вот эти плоды имели огромнейшую важность, потому что их приносили в храм. Потому что их приносили в храм, они имели огромнейшую важность. И это учит нас, что мы как первенец, как еврейские первинки, должны вести себя как первинки. Мы говорили, почему наследует двойную стоимость, двойное наследство, наследует первенец. Потому что первенец это первенец. Первенец это особый ребенок. То есть мы первинки у Всевышнего, которому есть особая задача. И поэтому как только мы начинаем рождаться, уже нам повязывают ленточку, которая говорит, что этот плод принадлежит Богу. Это храм. Этот плод принадлежит Богу. Мы принадлежим Творцу, мы являемся первинками. Все сделано для того, чтобы мы оставались этими первинками. Очень интересный вопрос. Я уже приводил это в какой-то из своих лекций, который говорит Талмуд. Талмуд говорит, что весь мир сотворен для еврейского народа. То есть это говорит не только Талмуд. Это пишется в Торе. Первая книга к Торе. Почему для еврейского народа? Для Торы. Для того, чтобы мы жили здесь и прославляли имя Творца. Ради этого сотворено все. Но, скажет другой, есть этот мир с самолетами, с ракетами, с освоением космоса, с нефтяными скважинами, с миллионами жизнями разных людей. Причем здесь евреи, которым маленькая такая капелька по сравнению с этим всем, что такого есть особого, который важный, что весь мир сотворен для этого еврейского народа. Приводит Талмуд интересную вещь. Есть еврейский закон. Еврейский закон говорит о том, что в субботу нельзя носить. Нельзя носить даже определенную малость вещей. Теперь есть сухой закон. То есть то, что наши мудрецы не постановили в качестве дополнения, которое Тора говорит постановить, для того, чтобы оградить заповедь. Так вот, по сухому закону, как в сухом остатке, как мы говорим, по еврейскому закону нельзя выносить там количество более чем, я не помню, определенный этот размер, который нельзя выносить. За это, если человек вынес размер меньше, за это нет наказания, потому что это размер маленький. Теперь, если он вынес больше какого-то размера, за это есть наказание. Мудрецы запретили вообще носить, чтобы мы там не измеряли и чтобы не пришли к запрещенному. Раз мы знаем, что что-то можно, то мы можем тоже носить. Поэтому по еврейскому закону нельзя носить с одного владения в другое. Можно носить по территории синагоги и все остальное. Ну, простую вещь, ключи как таковые, цепочку, как там, я не знаю, что-то в кармане, там, какой-то вещь. Мы не можем вынести за пределы там синагоги и все, потому что это уже является работой. И вот спрашивают Талму, да, если нет наказания за маленькую вещь, то представьте себе, человеку нужно вынести маленькую вещь, и он, чтобы ее было удобно нести, находит какую-то здоровую-здоровую кастрюлю, уложит эту кастрюлю и несет в эту кастрюлю. Спрашивается, будет ли ему наказание? Ведь кастрюля огромнейшая. Она огромнейшая. И отвечает Талму, не будет ему наказания. Почему ему не будет наказания? Потому что кастрюля ему не нужна. Кастрюля это просто средство, в котором он перенес вот эту маленькую вещь. А что ему нужно? Действительно это маленькая вещь. И поэтому рассматривается эта маленькая вещь. Точно так же весь наш мир. Это большая кастрюля, которой нам не нужна. Всевышний ее сотворил только для того, чтобы мы могли принести эту маленькую вещь. Всевышний сотворил весь этот мир со всеми вытекающими от этого последствия, для того, чтобы еврейский народ служил ему. Вот эта маленькая вещь ему действительно интересна, а все остальное неинтересна. Поэтому, когда еврейский народ стоял под горой Синай, он сказал, примите Тору, хорошо, нет, найдете здесь свою могилу. И не только мы бы нашли свою могилу, нашел бы могилу весь мир, потому что он не нужен Всевышнему. Всевышний изначально сотворил весь этот мир для того, чтобы на нем существовал еврейский народ и соблюдал Тору. Если еврейский народ не хочет на нем существовать, соблюдать Тору, то и миру нет смысла существования. Всевышнему он не нужен такой мир, в котором не будет евреев, который будет соблюдать Тору. Не нужен ему этот мир. То есть не для того он творил это. Не для того он это творил. Помните старый анекдот? Не для того я вас здесь забирал. Я рассказывал уже не раз, да? Он немножко пошел. Ну ладно, но тем не менее, я расскажу, когда еще раз расскажу его, как говорит мой папа, хаббатский анекдот с бородой, да? Итак, в этом анекдоте говорится, что была одна женщина, она была гулящая, и как бы в какой-то момент ее чуть не застукали, и она выпрыгнула в окно, и летит, и говорит Всевышний, дай мне год. Я за год исправлюсь, и ты увидишь, что я буду другим человеком, только год дай, и посмотри. Короче, она как-то чудом приземлилась, ничего себе не сломала, и действительно, год ведет себя очень порядочно, очень хорошо, но проходит год, она видит, ничего не случается, и она возвращается на свой путь, проходит 2 года, 3 года, она там гуляет больше, чем гуляла, отгуливается за весь тот год, через 5 лет, короче, она отправляется в крутосветное путешествие, и вдруг начинается сильный штор, начинает там большой корабль, его начинает мотать туда-сюда, и она начинает молиться Богу, и сверху голос, не для того я вас бы собирал здесь 5 лет, чтобы потом спасать. Да, то есть, окей, то есть, не для того Всевышний творил этот мир, да, чтобы потом еврейский народ, не дай Бог, не соблюдал Тору. Вся задумка Всевышнего в этом мире для Тора и для заповедей, и в этом есть примерно первые плоды, бикурим, это особые плоды, первинки, которые, ради которого мы и делаем это, которые должны приноситься в храм. Поэтому заповедь бикурим стоит на таком особом внимании у Всевышнего. И что мы еще выучили с нашей недельной главы? Что мы должны соответствовать первинками. Да, что такое соответствовать первинками? Лучше мы должны быть. Лучше мы должны быть ухоженными, мы должны быть с ленточкой, как говорится. Мы должны быть грамотными, мы должны быть особой правильности и особой, потому что мы знаем, что нас принесут в храм. Что мы то лучшее, которое крестьянин, то важное, которое крестьянин несет в храм. И мы должны соответствовать той важности. Мы должны вести себя соответственно и жить, как настоящие евреи, в соответствии с нашим требованием от Всевышнего. Для того, чтобы Всевышний получал удовольствие от того, что он сотворил этот мир. Всего хорошего и всем желаю хорошего, счастливого шаббата. Лучше быть, шаббат шам.